Новости на государственной телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Вопросы армян в Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Мартирос Жамко Чан. Вашингтон верит, что длительный мир между Арменией и Азербайджаном возможен. Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Алматинской декларации и, соответственно, территориальной целостности друг друга. Руководство Европейского совета продолжает игнорировать права народа Арцаха, МИД Арцаха. Азербайджан уничтожает армянское духовное наследие Арцаха, ГОСТЭП США. Постоянный представитель Армении в ЮНЕСКО обеспокоен опасностями, угрожающими армянскому наследию на территориях, контролируемых Азербайджаном. Вестерн Армения ТВ представляет доклад Талата Паши о геноциде, совершенном против армян. В 1982 году доклад был обнаружен в личном архиве Талата Паши турецким журналистом и историком Мурадом Бардакчи. Доклад частично был опубликован в 2005 году, далее в 2008 году последовал полный отчет с копией оригинала. В 2005 году после публикации доклада главные дебаты ввели турецкие историки, которые всячески пытались смягчить важность доклада, аргументируя тот факт, что отчет не имеет названия и даты, следовательно, может быть написан кем угодно. Они не комментировали то обстоятельство, что доклад был обнаружен в личных документах Талата, не обсуждали его в более широком контексте и не предлагали ответов на поднятые ими же вопросы. Турецкие историки и политические деятели поднимали свои вопросы, не говоря о факте, насколько глубоко был вовлечен в процесс депортации армян в Западной Армении Талат Паша и какие протоколы он собирал в процессе. Например, в феврале 1917 года Талат Паша направил несколько циркуляров в ряд штатов с требованием предоставления специальной информации об армянах. Информация, содержащаяся в отчете Талата, имеет тот же характер, что и информация, запрашиваемая им в данном циркуляре. В докладе содержится информация о происхождении коренных и внешних армян разных штатов. Турецкие историки, несомненно, знают, что ответы на циркуляр все еще находятся в турецких архивах, но они ясно говорят, что в 1917 году в Турции был совершен генназид против армян. Циркуляр, отправленный в феврале, был ключевым для доклада Талата. Некоторые сведения соответствовали данным доклада Талата, однако некоторые из них были обновлены и немного отличались. В предисловии к докладу Талата представлен краткий анализ, в котором есть дополнительные разделы информации. Имеется колонка, в которой, согласно статистике Западной Армении, представлено армянское население 1914 года разных провинций. Существует еще одна колонка, составленная из результатов исследований 1917 года. В них указывается общее число армян каждого штата, которые учтены и в других штатах. Последняя колонка, скорее всего, была создана и включена в свободный анализ со специальной инструкцией. Примечательно, что нет ни одной колонки, в которой было бы указано общее количество армян в разных штатах. Благодаря информации, включенной в свободный анализ, Талат мог узнать о количестве армян, проживающих в Измите в 1914 году, увидеть, сколько армян в Измите осталось в родной провинции или где-либо еще в 1917 году в Османской империи. Цифры позволяли Талату контролировать, сколько армян из Измита было депортировано из родной провинции, сколько выжило или не выжило в 1917 году. Уроженцы Западной Армении Мартирос Жамко-Чан Будучи потомков, переживших геноцид против армян, Мартирос Жамко-Чан с детства воспитывался как армянин. Уже в 12 лет он был борцом за освобождение Западной Армении. В июне 1981 года в Женеве уничтожил офицера турецкой тайной полиции, ведущего работу против признания геноцида против армян и Айдата. С 1990 года участник Арцавской освободительной войны. В одном из интервью Жамко-Чан рассказал, что за 7 лет нахождения в тюрьме ему лишь раз разрешили выйти из тюрьмы в день его рождения. Я попросил, чтобы меня отвели на литургию в армянскую церковь Женевы. В наручниках под сопровождением многочисленной свитты, как президента, меня провели в церковь, где меня уже ждали предводители армянской апостольской и протестантской церквей. Из машины я не выходил, потребовав от полицейских снять с меня наручники, сказав, в моей церкви я должен быть свободным. Церковники возмутились, преподобный Гарнузян заявил, это наша территория, я отвечаю за него, освободите руки. Со мной были двое офицеров, которые присутствовали на моем аресте. Они сказали, даже не думай, что сможешь убежать, церковь оцеплена, и вошли со мной. Увидев меня в церкви, люди встали, после литургии присутствующие подходили ко мне по очереди. Один пожал мне руку, второй поцеловал меня, один из присутствующих обнял и сказал, «Молодец, сынок, полицейские были в шоке, когда тебя арестовывали, мы пришли сюда, с твоей фотографией они сказали, что тебя не знают, а сейчас вас армян мы не понимаем, хотя сейчас поняли, насколько вы едины». Я ответил, они действительно тогда меня не знали, сейчас по-своему благодарят бойца освободительной борьбы. После литургии Союз армянских женщин организовал обед из армянских блюд, в котором приняли участие сопровождавшие меня офицеры. США не были стороной этих переговоров. Но как продолжение переговоров, которые мы провели в Арлингтоне, мы продолжаем верить, что это важные шаги для продвижения вперед, и мы продолжаем считать, что длительный мир между этими двумя странами возможен. Как сообщает Армен Пресс, об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведан Патель, касаясь встречи глав Армении и Азербайджана в Брюсселе. Председатель Европейского совета Шар Мишель выступил с заявлением после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана. Они сосредоточились на прогрессе на пути к нормализации армян-азербайджанских отношений. Лидеры разделяют готовность установить мир на Южном Кавказе. Я высоко ценю их совместные усилия. Вместе мы рассмотрели все вопросы нашего повестки дня. Мы рассмотрели прогресс и следующие шаги, связанные с демаркацией границы пограничных вопросов. В этом контексте лидеры договорились о возобновлении двухсторонних встреч по програничным вопросам. Лидеры вновь заявили о своей безоговорочной приверженности Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении. 29 800 квадратных километров и Азербайджана 86 600 квадратных километров. Окончательная демаркация границы будет согласована путем переговоров, сказал председатель Европейского совета. Правительство Западной Армении, коснувшись вышеуказанного заявления, еще раз напоминает, в момент своего создания государство Азербайджан было без Арцаха, входящего в состав Западной Армении, и не занимало территорию, о которой говорится. Уважаемый господин Шар Мишель, вероятнее всего вы не в курсе реальной истории. Хотим отметить, что без воли изъявления коренного народа, а коренное население Арцаха в 1991 году уже сказала свое слово, получив независимость от бакинских властей. Алматинская декларация не может сыграть решающую роль в определении границ бакинских властей. Впредь просим международные инстанции для начала ознакомиться с реальными историческими фактами и только после этого выступать с заявлениями, лишенными правовых оснований. С полной информацией можно ознакомиться на нашей странице в Facebook. Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с высказываниями председателя Европейского совета по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе. Заявление, в частности, говорится. 14 мая председатель Европейского совета Шар Мишель по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выступил с заявлением для прессы. Содержание заявления в целом и ряд его положений, в частности, указывают на то, что руководство Европейского союза продолжает игнорировать законные права и интересы народа Арцаха. Об этом свидетельствует, в частности, отсутствие в данном заявлении какого-либо упоминания продолжающейся уже более пяти месяцев блокады Бердорского коридора, установление дубиновъезда в коридор незаконного азербайджанского КПП и фактически осады 120-тысячного населения Арцаха со всеми вытекающими коммунитарными последствиями. Данный факт указывает, что председатель Европейского совета не только не препятствует, но и, по сути, протокает Азербайджану в использовании страданий народа Арцаха в качестве политического инструмента. Вновь напоминаем, что в 1991 году народ Арцаха в полном соответствии с нормами международного права и действовавшим на тот период внутрегосударственным законодательством реализовал свое неотъемливое право на самоопределение и создал свою государственность на тех же основаниях, что и Азербайджан и Армения. Представители отдельных стран и международных организаций не вправе распоряжаться судьбой народа Арцаха. В связи с этим, вновь подчеркиваем решимость народа и властей Республики Арцах бороться за свои неотъемлемые права в соответствии с нормами и принципами международного права. Правительство Западной Армении осуждает проводимую властями Баку политику геноцида в отношении народа Арцаха, требуя от международных инстанций принять активное участие в предотвращении столкновений и кровопролития. Народ Арцаха является коренным самоопределившимся по всем международным нормам, имея право свободно и безопасно жить на своей родине. Полную статью читайте на нашем сайте. Госдеп США опубликовал доклад комиссии США по международной реализации свободы о свободе и расповедании за 2022 год. В частности, в отчете Азербайджан включен список стран, находящихся под особым наблюдением. В докладе также упоминается об уничтожении армянского духовного наследия в Арцахе на территориях, перешедших под контроль Баку. Международные органы и другие организации продолжают ставить под сомнение готовность правительства Азербайджана защищать и сохранять религиозное или культурное наследие в Арцахе и прилегающих территориях, находящихся под контролем Азербайджана. В феврале тогдашний министр культуры Анар Керимов объявил о создании рабочей группы по удалению армянских апостольских надписей с церквей, которые он назвал фиктивными. Судя по всему, правительство отказалось от этого плана после возмущения международной общественности, а в марте Европарламент осудил продолжающуюся политику Азербайджана под сиранью и отрицанием армянского культурного наследия в Арцахе и вокруг него. USCIRF рекомендует правительству США предоставить финансирование агентству США по международному развитию и посольству США в Баку для восстановления, сохранения и защиты мест отправления культа и других религиозных или культурных объектов в Арцахе и прилегающих районах. Как сообщает Армемпресс, Министерство иностранных дел Республики Армения, коснувшись деятельности ЮНЕСКО в чрезвычайных и военных ситуациях, постоянный представитель Армении напомнил о ситуации, создавшейся в результате агрессии, развязанной вооруженными силами Азербайджана против суверенной территории Армении 13 сентября 2022 года. В частности, ущерб, нанесенный образовательной системе в пострадавших регионах, предоставив действия, предпринятые для предотдаления ситуации. В своем выступлении постоянный представитель Армении также выразил обеспокоенность по поводу угрозам армянскому культурному наследию на территориях, контролируемых Азербайджаном, в частности, в Шушинском и Гадрудских районах. Также подчеркнул, что многочисленные случаи уничтожения вандализма и присвоения армянского культурного наследия с 2020 года являются красноречивым доказательством цели уничтожения армянского культурного следа. В этом контексте посол Терстепанян подтвердил необходимы в ближайшие сроки направления миссии ЮНЕСКО в борцах и прилегающие территории. И в завершение новостей послушаем песню Манг Кутюна Сетберек в исполнении Ашуха Шота. Манг Кутюна Сетберек в исполнении Ашуха Шота. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Манг Кутюна Сетберек в исполнении Ашуха Шота. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...